всем шалом мы продолжаем наши уроки беседы на темы семья и помните мы начали с глобального такого до взгляда общей семьи и так далее и потихоньку будем приходить более таким на локальным секунду я слышу фото голос будем потихоньку приходить более все сужаться сужаться и консервироваться уже на более конкретных вещах и напомню что прошлый раз мы говорили о понятии дом дом семья видели много источников и видели тора говорит что авраам вышел в итоге из дома из земли из родины из дома да это она говорит всевышний свалил из египта из дома рабства мы говорим о том что да дом это вещь где принципиально человек закаляется формируется вещи которые дом это постоянство быть мигдаш называется охрана бейт мигдаш байт отличие от шатра и который был в пустыне да это постоянство какое-то до народ израиля называется бейт израиль да такие подчеркивания что это постоянство поэтому сегодня поговорим о том как это постоянство формируют нас с вами вообще любого человека и дать не больно вот израиля наш сегодняшний урок называется пример исправления мира через семью мы начнем и это там еще может быть раз от про этого говорим и я вас написал здесь первом источники я в telegram тоже это послал можете открыть в принципе по большому счету пытаемся здесь объяснить то что написано в книге урод от хия равкука до 26 статья там дословность это перейти вот от я это свет оживления здорово куб объясняет там глубокие идеи того как народ израиля остается из пепла из праха и как он и оживляется и приходит и к своему совершенству постепенному переводить конечно это бессмысленная вещь равкука неблагодарная потому что не только все теряется все выглядит очень смешно это видел перевод одной женщине очень мудрой и умной и там и образованная до переводчика одного вот она перевела там одну из статьи равкука на русский язык но это конечно не только ничего общего не данного как говорят наведите лёгко рэвзэлэзэкорэлээ да как бы один к другому всю ночь не приближали за это невозможно мне кажется на русский адекватно это перевести и да и на иврите не все понимают кицу главная идея которой объясняем она написана там равкука не только в том месте других местах но это как один из пример источников и так мы сегодня поговорим о примере исправления мира через семью начнем с хануки хотя ханука была давно но она всегда релевантна потому что ханук это встреча двух культур израильской культуры пророческой культуры божественной культуры народа израиля и греческой культуры человеческой культуры материальной культуры материализма и так далее ханука и семья мы видим что тысячи тысячу лет приблизительно до существовали два храма в общей сложности за это время да конечно такой длительный период пророчества шины в народе израиля как явление большого развитого богатого материально богатого духовно культурно народа находясь в центре мира до в пересечении материков такое влияние дало конечно свои плоды других народов и культурах и как результат этого исчезла из мира грубое дало поклонства концу второго храма считает грубое дало поклонства это идолопоклонство которое мы сегодня знаем в виде христианства это идолопоклонство но она не не той форме какое было укнанийцев и там и так далее плещки несмотря то что это идолопоклонство тем не менее да моральный уровень на котором сегодня находится человечество культурный уровень да это конечно заслугу того великого периода тысячелетнего который будет более миллиона пророков ну и народы мира нас тоже повлияли да и пик этого влияния нашего падения может быть до какого-то такого противодействия это встреча с греками да храм это как такая огромная атомная духовная станция которая соединяет небо и землю да и через это место влияние на весь мир разрушение храма это прекращение влияния открытого на весь мир через народ израиля и греки боролись с храмом с этой духовной атомной станции да чтобы прекратить божественное влияние на мир и и очень интересно как греки это делали как они боролись с храмом с богом с народом израиля и были разные там возможности как мы знаем тем не менее одна из них которая может быть менее известна тем не менее она очень важна принципиально они использовали определенные декреты есть медраж который это описывает каждый декрет водился на какой-то период несколько лет три года и так далее и они посмотрели как на это вот израиль реагирует медраж описывает как народ израиля на это дело реагирует и греки усиливают свои желания и так далее так вот и понятно что каждое ограничение которое не декрет который они устанавливали водили должно было нести определенный урон разрушения по духовному спекту в нашем нашем народе до разрушения затумления храма как антитеза греческой культуры и в принципе я хотел выделить как бы три таких аспекта которые касаются нашей темы семьи потому что греки в начале своего встречи с народом израиля установили определенные декреты и так описывает их медраж потом были другие еще что на первом этапе да они пытаются внести точечный но очень мощный удар по разрушению семьи именно израильской еврейской семьи и первый удар был посмотрите на втором источнике по понятию сниют сниют обычно русский вроде как скромность хотя это неточный перевод на витязь до слова навайт сниют разные значения хотя на русском будет одно слово скромность сниют от корня легоцния сокрыть сану а это скрытый то есть мы одеваемся скромно методом скрываем определенный пример участии тела для того чтобы знать что есть что-то что даже за этим скрывается да то есть я сниют это не там одеться в длинные одежды а построить правильное отношение к телу чтобы тело не мешало встретиться со скрытым поэтому нужно одеваться одевать тело и определенные может быть и части тела не все тело покрываем не не как там арабы и так далее да и христиане и так далее а есть вещи которые у нас открыт есть вещь которые скрыт в народе израиля так вот нужно знать что нужно скрыть чтобы открылась что-то скрытое да так первый удар был нанесен по понятию сниют скромности да если качество качество скромности как качество как мировоззрение это называется она ванной иврите а вот поведение скажем внешнее более проявление которое влечется внутренние за этот снию для от сния сокрыть сказал шаку на так вот что они сделали они установили первое декрет такой был чтобы у народа израиля не было дверей отменили двери в домах до арабы сегодня так живут да кто стоит по старому городу немножко и так далее они в принципе на у них в течение дня двери открыты так вот и греки отменили двери и написано медраше что для чего чтобы не было подсчета и скромности в народе израиля подсчет кого да это какое-то уважительное возвышенное отношение к понятию дом семья и так далее потому что он происходит если нет и дверей то муж жена они будут говорить общаться все жизни и семьи вообще доступны открыты и так далее все дешево все как на рынке может зайти посмотреть как бы да теряется как бы вся человек не ощущает себя особенно живет как будто на улице понятно и понятное дело что скромность теряется то есть как это скрытая идея которая из семьи она теряется здесь да это декрет который был несколько лет они отменили двери почему они отменили двери да потому что что ты закрываешься своем доме ведь греки хотели исправить мир чтобы исправить мир нужно чтобы был шалом чтобы люди были соединены объединены для этого нужно чтобы все были жили вместе коммуна колхоз такой давно известно какие будут такой известная идея такая и так далее поэтому с идея что что есть твой дом это я который разрушает общий шалом то есть твой дом то есть чужие люди близкие люди и так далее да есть свое мое из семья из чужие и так далее то есть не шалома да как бы каждый это мой дом то есть то что мы живем в доме мы сегодня обращаем это внимание но если бы мы жили в другом доме скажем да без дверей это был бы другой мир другие отношения другие люди другие другие ценности и поэтому греки которые хотели исправить мир известно война и было правильно на культурное насаждение культуры эллинизм да то они видели в еврейской семье противоречия своему подходу а то есть исправление мира должно прийти как отмена ячейки семьи разрушение семьи семья это угроза миру но как сегодня известность в современной культура недалеко продвинулась она следовали у наследовала корни греческой римской культуры европейская западная культура которая в принципе борется с разрушением института семьи борется тем что пропагандирует андополы и браки я боюсь за тем что пропагандирует свободных отношений и так далее поэтому это действительно борьба то есть народ израиля в принципе сегодня может быть один из единственных народов мира не сравниваю есть такое ощущение до который в принципе институт 7 в нем очень главный центральная и на рафаеван здесь проводил урок мне кажется да и вы про понятие еврейские семьи я видел в названии урока да поэтому есть такое понятие еврейская семья в принципе это она мне кажется единственное не как вообще люди учились у нас что вообще есть понятие семья да написано что дарование торома пишет законах и шут там объясняет законы посвящение женщин и так далее да что что раньше человек встречал женщину на рынке они другу нравились он ее водил в дом также не понравилось выгонял ее из понятия семья что и связь ответственность какие-то обязательства что есть женщина она запрещена другие мужчины так далее да то в принципе и дарование торы до еврейская семья израильская семья в этом случае да она как пример этому так вот греки говорили если дом если семья это разрушает мир ты хочешь шалома единственными людьми должно не должно быть границ все должны быть объединены теперь ты вынужден не может на улице тебе нужно как-то берлога укрыться от холода от голода от животных иногда переодеться покупать иногда и построить какой-то но двери убирай двери двери это граница до семья это граница мы разрушаем границы так исправляем мир не было там еще много идей интересных в этом плане интересных имя в кавычки теперь второй декрет который они вводят через несколько лет это борьба с чистотой то гора там еще паха такое понятие чистота духовная в семье до женщина познается в микву дети начинаются в чистоте муж и жена запрещены другу определенный период разрешены есть чистота между ними настолько это важная тема что если есть вопрос валахе да там есть бюджета стоит либо микву в деревне куда городе либо синагогу то строит микву они синагогу потому что если не будет миквы то не будет чистых духовных зачатых детей не будет чистых отношений до чистота то гора это условия для святости поэтому синагога это место святое это нужно молиться не будет чистых детей не будет никто там молиться да все идут в коммунизм и велинизм и так далее поэтому греки запрещает женщинам окунаться в микву снова еще одного удар такая ракета по семейным отношениям написано в ведраше что мужчины оставили женщин и не вступали в супружеские отношения из-за этого то есть разрушение семьи да и они обратили они греки знают с чем они борются они видят где находится ядро где находится ядро культуры да они уловили как всегда злодея учу учуют своим нюхом таким злодейским да где находится ядро они прям на в самый центр пытаются попасть и они вы знаете семья второй декрет да это по разрушению в семье это разрушение чистоты отношений чистоты дома и народ израиля написано медраше как бы до борется с этим там есть в общем отдельная тема что там происходит и третий удар по по семье именно они были потому что другие декреты третий удар по семье это понятие верность и преданность до известно что основные базисные центральные понятия в отношении между мужем и женой в народе израиля по крайней мере до верность честность преданность до мужчине сговора с другими женщинами не здороваться и говорит шалом и не пожимаем руки и не флиртуем и не 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 смеемся да там из рук руки из много миллион из законов что выделяют абсолютно связи между мужчиной и женщиной чистоту верность тогда не должно быть в принципе мужчины замужнего женщины женат за мужчины лиха мужчины женатого и женщины и замужней не должно быть и никакого как бы даже легкого поведения такого флирта и так далее и так далее в итоге мы знаем что неврейская культура которая так живет до абсолютно процентов семьи разводится измены и все что хочешь да народ израиля который верен этим принципам живет существует размножается строить счастливые семьи хотя и на нас неврейской культуры 2000 знания повлияли и к сожалению нас тоже есть проблемы но это не из-за того что у нас тора такая проблемная да и мы такие проблемы то что две тысячи лет мы жили среди гоев у нас это повлияло тем не менее греки наносят удар верности и преданности и в принципе они стреляют еще в более центральной цели то есть начали с уже семьи в дома нет дверей сузились до более локально мужчина и женщина до чистота семейных отношений дети новое поколение как они рождаются и сейчас они пускают ракету как бы самый в самый центр да ядерный такой взрыв это чтобы еврейская невеста она же девственница причем девственница как подчеркивают мудрецы да если народом мирах сегодня в принципе раньше это было непристойно считаться девственницы да там что девственница и так далее да как описывает тора что и канонейские женщины и медианские женщины хотя хранили свою действенность и для для брака но были развратный в другом месте да не необычным способом совокуплялись тогда не хочется эти газа говорить тем не менее подчеркивается да что наши праматери были девственницы и не знали мужчины до 10 ниц и в обычном месте которая у женщины предназначена для встречи с мужчиной да и не знали мужчины неким другим способом то есть да в отличие от канонейских медианских женщин которые вроде как внешне себя хранили там для вроде как для брака чтобы да там на самом деле вели развратный образ жизни и они греки говорят что еврейская невеста до должна случиться в первую брачную ночь с этим греческим наместником да не они это придумали да и поэтому если мы в разделе к тубот и так далее есть много там дискуссий в талмуде да были различные установления в какой день женимся в ходе не женимся и так далее да чтобы выйти все эти декреты и так далее в принципе из этого началась война то есть когда дочка сестра да хашманаев хасманеев она должна была была свадьба она должна была все пришли веселиться да и она сказала вы сейчас и такие веселые да я сейчас иду возлежать с этим самым я сейчас заберут и так далее написано что она сняла себя одежды все были в шоке не что вы в шоке то что меня сейчас и этот греческий наместник будет насиловать это для вас все в порядке и так поднялось восстание то есть на этой точке когда они дошли до этой точки то поднялось восстание и и за женщины да как известно женщин которые праведницы тем не менее да он знает и так что это гримский наместники ему все эти женщины нужны и так далее он знал что там находится абсолютность то что есть преданность честность чистота да то что женщина не вступает связь другим мужчиной до свадьбы и так далее да то что так строится на этой на этой абсолютности связи строится резкий дом что да и мужчины женщины это первая связь да греки это портят то есть не портят все изначально изначально же ходят в спорте то есть они помоняли что двери выдержали с дверьми мику отменили народ за это выдержало они решили идти как бы в самое начало в самую устой семьи и там его разрушать поэтому мудрецы наши устанавливают заповедь на целое поколение после этой войны до перед выходом двухтысячилетний галут как говорят мы выходим в галут это конец второго храма изгнания мы знаем и знать что мы сходим 2000 лет и среди других народов это в принципе греческая культура да и перед выходом в греческую культуру 2000 лет мы встречаемся лоб блоб с ней эта война оставит определенные границы и принципы чтобы народ израиля в 2000 лет будучи среди них все-таки не очень запутался и выжил и сохранил свои оригинальные ценности и так далее хотя много жертвы понесли в культуре в культурной войне с этой и мудрецы устанавливают интересную заповедь на поколение да ханукия зажигать ханукию и так и называют эту заповедь она называется в талмуде нер иш убейто свеча свет иш человек мужчина убейто его дом его дом имеется ввиду семья его дом это дом и как говорят мудрецы женщина жена называется домом как говорит раби мудрецы в талмуде никогда не называл свою жену жена но кратили ишти ишти или ишти бейти мой дом да то есть заповедь устанавливается как раз вокруг дома вокруг семьи все должны быть сборе вокруг свечи и так далее да семья то есть опять-таки даже заповедь которая символ победы над греками да как культурной победы в итоге мудрецы на этой форме того что она в принципе семья заповедь связана с семьей нужно зажигать дома в семье сюда свеча все зажигают там да возле дома и тогда еще поговорим сейчас я скажу еще один нюанс поэтому добрать мне слово-слово бейто слово-слово байт бейт мигдаш до постоянство противец греческому миру да и греки видели в семье противовес идеальному обществу чтобы было идеально рожда нужно разрушить понятия семьи даже открытые отношения все должны с друг другом любовь направо и налево без границы что это твоя жена это вы строите и личные отношения да это твоя жена моя жена да где дружба где любовь и тогда это была целая идеология у платона и да как привести мир к шалом и к любви так далее я не видели весь к семье эту проблему мудрецы устанавливают заповедь на поколение связанную с семьей мы не зажигая ханкью не обращаем внимание иногда что это заповеди в корнице основана на доме да интересно если еще одну скажу вещь там интересно что сама заповедь митва в оригинальной мы должны сжигать ханкью на входе в дом не на входе в дом написано возле двери должны быть двери если вне двери нет дома должна быть дверь на входе секунду есть это в память о ханкью я была не на входе в храм она была внутри то почему мы не сжигаем внутри то есть мы сжигаем сегодня внутри из опасности и так далее но в оригинале заповедь не сжигать внутри дома снаружи где на входе в дом на двери вы даже не похоже на ханкью на мидру наверно мы чего-то не понимаем мудрецинам подчеркиваю что есть дверь есть дом есть семья должна быть дверь там вся война идет на этой двери на этом переходе да там все все заключается поэтому нет нет двери не дома нет семи нет побеги над реками есть дом есть дверь и есть наша семья во имя исправления мира во имя исправления мира даже быть семья сегодня увидим немножко начнем увидеть как семья исправить мир да может просто у нас было противоеда то есть они думали что любви для всего хорошего все должно быть видимо сегодня что сегодня культура продолжение греческой культуры да она пропагандирует разрушение семьи да то есть такой шалом и любовь однополые браки и свободные отношения с такого понятия поле америя да то есть разврат между семейными парами называясь фразы поле америя одна из системы по системы промывки мозгов и так далее таким образом они пытаются реализовать измены официальные там и извращения вам зерства и так далее то есть опять-таки все из желания соответственно и отчаяния перед всякими церара перед и испытаниями невозможности исправить мир да и с другой стороны они идеологически видят в нормальной семье опасность да поэтому они так и борются допустим сегодня в израиле в определенных местах и ты не может заполнить анкету почему нормальный человек не может заполнить такую анкету написано родитель 1 родитель 2 есть папа и мама всегда было изменили анкеты теперь да поэтому нужно бастовать против этого да как бы не соглашаться заполнять такие анкеты что-то родитель 1 и 2 родитель 1 родитель 2 то есть может быть мама и мама папа и папа папа и папа не мама не мама не папа не папа для мужчины и женщины и тогда это может быть вообще как бы да не знакомые люди поэтому народ израиля видит в семье видим до принцип спасения мира греки видели что семья это проблема для мира это разрушение мира в их подходе да поэтому не борются с разрушением семьи а мы создаем семьи следующая интересная вещь которого привести сегодня да это еще одно подобие с дома и амура уже сейчас поэтому говорили в предыдущих уроках немножко да в дома и амура как известно всевышно разрушенных не потому что было много злодеев а потому что они установили там культурные нормативные такие общественные нормы рамки и плохие не из-за того что было много злодеев потому что не подняли это все на уровень общественных правил норм культур поведения традиции да и поэтому почему они это сделали считали жителей дома амура чтобы построить сильно крепко идеально общество да то это нужно сделать без милостыни без инвалидов без жалости без веры да и так далее опять-таки там тоже подчеркивается что у них есть полная у лота есть дверь он закрывает дверь и он вводит и гостей в дом они же хотят чтобы он их на улицу вывел да то есть какой дом почему же есть весь дом да 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 и в этом упрекают и так далее то есть да они все должно быть на улице уже недоступно и так далее там подчеркивается разврат который там находится и так далее и интересно что именно в этом аспекте проявляется всевышний вдруг обращаться к аврааму именно в этом контексте да и и говорит ему следующую вещь дальше последний пятый источник книга берешит 18 глава 17 посуд и господь сказал скрой ли я скрою ли от авраама то что я сделаю да то есть я собираюсь возрушить дома враговец и вышний вопрос скрой ли от этого раму почему 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 не скрыть а про аму быть народом великим и могучим и благословятся будут в нем все народы земли а авраам ответственна за все народы земли он будет примерно на все народы он сегодня стал не аврамом а бракамом да не отец арама как говорят мудрецы а отец народов с буквой гей он ответственный все народы Поэтому нельзя от него это скрыть. Почему? И здесь Всевышний говорит интересную вещь. Это перед разрушением вздома Амура. Ибо я знаю его, потому что он заповедует сынам и дому своему после себя соблюдать путь Всевышнего. Здаку и суд, чтобы исполнил Всевышний. И для Авраама все, что он говорил. То есть видно, что Всевышний говорит, я знаю, что Авраам заповедует дому своему. То есть с домом Амура они культуру строят такую, которая, чтобы быть успешным, нужно все гадостями совершать и так далее. А Всевышний говорит, я знаю, что Авраам сможет достичь, построить успешное, сильное, богатое, развитое общество, счастливое общество на основах хеседа, на основах взаимопомощи, на основах добра, на основах веры. Полное противоречие. Это подчеркивает слово дом и заповедует дому своему. То есть, да, тоже мы видим, встречаются две культуры, Авраам и с домом Амура. И они стремятся к успеху, как греки, да, разрушением различных рамок общественных и так далее, как норм, да. И убивали там несчастных, инвалидов и так далее, да, потому что хотели сильное общество. И говорит Всевышний, я знаю, что Авраам построит, он альтернатива, он достигнет эту цель, он построит совершенное общество, счастливое, обеспеченное, шалом и так далее, благодаря этим ценностям, благодаря вере, из-за этого. Это то, что дадут нам возможность, да. И здесь подчеркиваю, это слово-слово дом, да, семья. Теперь перейдем, может быть, к еще одному примеру, чтобы увидеть, мы начнем потихоньку смотреть, как в семье это начинает работать. То есть, мы видим пока, что семья – это важные вещи, что греки с этим борются, что с домом Амура, контра этому и так далее. Немножко сейчас увидим, как это работает. Мы с вами учили это в книге Меселат и Шарим. Давайте пока откроем, давайте, 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 давайте почитаем Меселат и Шарим. Десятый, шестой источник у вас. Книга Меселат и Шарим Рамхаля, занимающаяся исправлением качеств человека и его мировоззрения. Одиннадцатая глава, чистота. В самом-самом начале там Рамхаль пишет, да, да, что составляющие качества чистоты. И вот мы видим, что хотя лишь меньшинство людей, я немножко здесь укоротил, да, не все, но все. И вот мы видим, что хотя лишь меньшинство людей воруют явно. То есть, как известно, и в мире есть воры. Есть явное грубое воровство такое, кошелек украсть, там, шоколадку в магазине, банк ограбить и так далее. Но это не много людей так грубо, явно воруют, да, это невыгодно, если каждый будет так воровать. Хотя всем хочется. И кто-то бы с удовольствием бы товарища стибрил бы кошелек, да, или телефон, и ключи от машины. Но если будет такой балаган, то и у него стибрят, и поэтому так жить в таком хаусе Армагеддоне невозможно. Поэтому люди обычно в грубое воровство прямо не впадают, да, потому что они понимают, что это конец общества. Даже быть какие-то рамки. Не потому, что им не хочется, а потому, что не стоит им этого, да. То есть, буквально, большинство людей не воруют явно, то есть, буквально протягивают руку к счастовому имуществу, чтобы присвоить его себе. Тем не менее, большинству тоже знаком вкус воровства в торговых сделках. О, когда мы доходим не в явно, что человек руку свою протянул куда-то, а он махинации делает, он обдувивает, он честно идет в сделки, он продает некачественные продукты, он обвешивает на рынке. То есть, такое воровство не руку засунул грубо и забрал, а красиво так, да. Я помню, когда мне посылали родители на рынок в Украине, да, мы там жили, да, то понятно, что на рынке все обвешивают. Только ты идешь в продавцу, который знает, что он по-божески обвешивает, то, что называется, да. Или там тебе говорит, тебе, там, это же не разведенное молоко. Конечно, оно разведенное, только он и добавил туда 20% воды, и не 50%. То есть, ты изначально, все живут во вранье, улыбаются друг к другу, спрашиваешь, там, разведенное молоко, не разведенное молоко. То, имеется в виду, не разведенное, не очень разведенное. Да, я ввешиваю, если 100 грамм на килограмме украли, то нормально, 200, это уже наглость, да. Да, поэтому это воровство, конечно. Так вот, большинству тоже знаком вкус воровства в торговых сделках, из-за того, что разрешает себе заработать на ущербе другого. Говоря, при этом, получение прибыли, это не что иное, это не воровство. Я должен выжить, я должен как-то заработать деньги, прокормить себя, развить свой бизнес и так далее. Если я буду таким честненьким, да, то у меня ничего не получится. Поэтому я же не ворую, да, это я бизнесом занимаюсь, да, это такие у меня выкрутасы тут, махинации и так далее. Откуда у человека такие мысли возникают? Почему он разрешает себе, грубо говоря, воровство ему не выгодно, но эти вещи он себе, да, позволяет. Откуда, где основа такого поведения между людьми, да? Потому что, когда ты понимаешь эту сферу бизнеса, там другие совсем законы, там законы Олега есть. О, мы пытаемся понять, почему там другие знакомые, почему там другие знакомые, почему там другие законы, да, почему люди себя так ведут. То есть мы пытаемся понять корень этого, да, опять-таки грубое воровство, они не разрешают себе ограбить банку. Но в сделке, это же тоже воровство, допустим, я могу тебе разбрать деньги физически, дать пистолет, говорить, жизнь или кошелек. Я могу это сделать красиво, я обдурю тебя на сделке, я продам тебе машину за 20 тысяч, которая стоит 10, и обдурил тебя, накрасил там все и так далее, да. Пришла идея сейчас, тема дома учит человека единства. Я не дебил, своровать у своей руки. То есть воровство существует только если люди не имеют понятия единства вот этого дома. Ты уже правильно понимаешь. Продолжим, если ты шарим, если ты шарим, это приводит интересный пророческий взгляд, то есть пророк всегда показывает не результат, а причину проблемы, да. И говорит так, а ведь грабежом связано многое, когда это в сторону. Не воруй, не граб, не присваивай чужого, не отрицайте, да, то есть человек взял что-то имущество и говорит, я не брал это, у меня нет этого и так далее. Не лгите в народе своем, да, то есть если обманывать кто-то, то хочет, что тебе присвоить. Не обманывайте ни другого, сделайте, не посягайте границу другого, да, и так далее. Все это различные законы, связанные с грабежом. Сколько запретов есть, связанных с воровством, есть разные виды воровства. И турок говорит, это не делай, это не делай, ты можешь и так, и так, и так, и так обмануть. Не делай этого. Все это различные законы, связанные с грабежом, они включают в себя множество разных спектров имущественных отношений. То есть это только заголовки, а в каждой этой фразе, не лгите и так далее, в Талмуде, в Мишне, в Шухонарухе, это десятки законов, сотни законов, нюансов в сделках, в отношениях, и там обвешивания, и все на свете, да, включает в себя множество разных аспектов имущественных отношений, то есть человек не Бог с человеком, не вера, не религия, мы с вами, наши отношения общественные, на рынке, на сделках и так далее. И в каждом из них множество запретов, ведь запрещены не только явно известный всем грабеж по свинению чужого, но и все, что в конечном итоге приводит к этому, служит причиной. То есть даже вещи, которые в итоге приводят к воровству и считаются воровством, и то, что служит причиной, да, само не воровство, но служит причиной воровства. К примеру, человек снял фильм, 3D графика, не знаю, сегодня уже есть там, или всякие другие, уже 5D, не знаю, что там сегодня есть, так далее, там всякие, позвал артистов из Голливуда, да, и всех этих извращенцев там, и преступников, и они там наснимались, и все, и по кинотеатрам все идут, презентуют там, и фильм там про то, как там они грабят банк, к примеру, да, там, или еще что делают. Это же фильм, который пропагандирует воровство, делает его общественной нормой, получает за это Оскара, люди платят за это деньги, получают удовольствие, не обращая внимания, или обращая внимания, что они всегда в фильмах на стороне преступника, а не полицейских, да, всегда, это фильм, который пропагандирует, а потом спрашивают, как это происходит, ну, что учат легкой наживе, учат, что чудовое имущество это Эфкер, что можно его украсть, это Робин Гуд такой, да, что это преступление все это Робин Гуд, да, и это тоже, часть воровства получает этот фильм, да, ведь он говорит так, что, но все, что в конечном счете приводит к ним и служит их причиной, считается воровством, то есть, в принципе, этот фильм это воровство, только это не грубое воровство, это красиво, это за деньги, это с попкорном, это там, может быть, в очках, там, это там, с Оскаром в руке, там и так далее, там, красиво говорят и так далее, все это грабеж, да, почему же общество живет, как общество приходит к этим вещам. Говорит нам, подражает Рамхаль, приводит нам мудрецов. Об этом сказали наши мудрецы, богословенные в память, в разделе Санеды, Мавиловского Талмуда. Написано, порок Ехескем в 18 главе, и жену друга своего не осквернил. Порок Ехескем там упрекает народ Израиля. Посмотрите потом отдельно, уже нет времени сегодня, да, в книге Ехескем в 18 главе. Упрекает народ Израиля за личные преступления. И часть из них, большинство, которые там перечисляются, это отношение между человеком и человеком. Это как раз воровство и все наши сделки и так далее. И он там упоминает, да, грабеж и так далее. И вдруг между строчек, между запретом, казалось бы, имущественных, грабежа, обмана, везде, как говорит, и друга, и жену друга своего не осквернил. Какая связь? Говорят мудрецы, имеется в виду, почему порок включил вдруг запрет половой связи с чужой женщиной, включил его в список там воровства, обмана и так далее, мошенничества. Имеется в виду, что не вторгался в сферу деятельности другого. То есть, не создавал ему конкуренции запрещенным способом. То есть, порок говорит, ты знаешь, почему люди воруют? Не явно, скрыто. Обманывают, конкурируют и подставляют ног один другому. В сделках делают всякие нечестности. И знаешь, откуда это все начинается? Это все равно, чтобы воздержать чужой женой. Начинается с семьи. Нет семейной верности. У праведников, да, он, праведник, не воздержал чужой женой. И поэтому, да, он живет только со своей женой. У него семейная верность, честность, чистота, преданность. Он не сводит направо и налево, не возжелает чужой жены. Есть скромность, есть двери, есть преданность. И поэтому, когда живут в такой чистоте, в такой преданности, то и на улице такой человек ведет себя таким же способом. Когда человек растет в доме, в котором отец и мать не пряжут друг от друга зарплату, он домой зарплату не доносит. А она, если что-то успела получить, то быта прячет, чтобы он не забрал. Понятно, что дети у родителей воруют. Понятно, что это еще хуже будет на улице. Ты хочешь справить общество, ты должен начать с дома. Не с дома, а с дома твоего. Когда в доме есть черность, честность, верность, преданность, открытость и так далее, доверие, то понятно, что когда дети растут в такой атмосфере, они так выходят на улицу. И там они себя так ведут, и он не позволяет забрать у товарища. Ведь он вырос в атмосфере, где любят, где взаимоподдержка, где мы одно единое целое, где есть черность и доверие, мы не воруем. Если он растет в семье или нет семьи, как сегодня, то тогда на улице будет еще хуже. То есть пророк показывает, почему он чужую жену не сквернил. Сегодня эти измены, это очень принято у людей вещь. Палеомерия, так называемая, и так далее. Да, они говорят, смотри, то, что у нас с тобой, это не принципиально. Ты вчера был молодой, красивый, сегодня у тебя есть лысина, седая борода и так далее. Это не принципиально твоя жена. Она была с тобой случайно, поэтому я могу с ней там взяли отношения, если нам понравилось и так далее. Это не ее муж, нет ничего, это не абсолютные вещи. Это греческий мир, все открыто, чтобы друг друга закрылись. Случайно она его жена. Она может быть моей женой, так же и твоей, и его, и так далее. Когда нет границ таких, когда нет таких отношений, то в итоге нет никаких границ. Все начинается с супружеской связи, с дома, со семьи, потом идет наружу. Дети, которые растут в атмосфере, в которой нет чистой и преданной семьи, то и наружу они себя чувствуют еще хуже. И наоборот, если семья преданная, если он не сквернил товарищей, жену товарища не сквернил, то есть не затумил. То есть абсолютность. То, что его жена, это его жена, это абсолютная вещь. Может она мне тысячи лет, может нравится, не нравится. Нет никакого шанса, что я на нее смотрю, прикасаюсь, думаю об этом и так далее. Это абсолютные вещи. И так же, как его жена, это абсолютная связь. Из-за этого есть убийства, скилла, заброс камнями. Если он убивает за эти вещи, если есть измены, это не шутки. Тогда мы учим, что и имущество то же самое, оно абсолютно. То, что у вас ваше есть имущество, это абсолютно. Ваша жена, ваша жена, это абсолютно. И ваш телефон у вас это абсолютно, и ваши деньги у вас это абсолютно. Нет никакой возможности забрать вашу жену у вас. И нет для меня никакой возможности забрать ваше имущество у вас. Это абсолютные вещи. Поэтому пророк сравнивает, говорит, что корень это отношение к семейным отношениям. Если есть абсолютность, преданность, честность, верность, то это распространяется на все области жизни, не на ваше имущество. Забрать чьи-то деньги, это возражать чужой женой. И наоборот, если есть абсолютная связь между мужчиной и женщиной, то есть абсолютная твоя власть на эти вещи, я не могу у тебя это украсть забрать никакими махинациями, как бы мне это не нравится, не хотелось и так далее. Тем более, что мы растим изначально в другую атмосферу детей и так далее. Видите, как пророк пальцем пророческим указывает на причину, на суть, что именно из семьи начинается исправление, ты хочешь построить правильное общество, ты начнешь ездить в тюрьмы, что будет, поможет, всех не пересажаешь. Ты должен начать с главного, главное это как греки, греки были правы, главное это семья, должна быть семья, дом, двери, чистота, скромность, верность, преданность. В этой атмосфере можно воспитывать и воспитываются люди, которые живут другими принципами, и они этот свет, они эти принципы понесут во внешний мир, они будут себя вести так же и с чужими на улице. Не посмеют оскорбить, не посмеют украсть, не посмеют забрать и так далее. Ты можешь читать много лекций, можешь убеждать людей и так далее, да, это все начинается с дома. Поэтому, в результате, мы еще в следующий раз немножко более глубоко начнем об этом говорить, про то, что происходит в семье, да, и как это переходит потом в общественную жизнь, да, и что происходит с человеком в семье, как устроена семья, и как в итоге, в итоге, видим, что пророки нам говорят, что богословятся в семье, в тебе, в Аврааме, все семейства земли. Поговорим еще, да, почему народ и мир называются семьями, да, не просто, это не просто намек, ведь Тора знает слово Гой, народ, там, Амим, Ам, да, народ, и так далее. Тора используют, называют народы семьями. Поэтому, блин, это в следующий раз поговорим более подробно, да, еще, еще более такой зум сделаем, посмотрим, как именно семейная жизнь, честная, праведная, да, верная, как она в итоге исправляет мир, да, в отличие от греческой культуры, западной культуры, современной культуры, которая борется с разрушением семьи, да, видя в этом врага. Откуда я знаю, что в этом врага? Потому что выделяют миллионы, может быть, даже миллиарды долларов, чтобы бороться с разрушением понятия института семьи, и сделать нормой совершенно другие отношения, однополые, там, и так далее, всякие, там, суррогатные отношения, там, полиомерия, и все, что хочет, и так далее. На это выделяются деньги. Если это просто чья-то идея, там, со статью, ну, больной человек, если я вижу, что выделяются на это деньги, устраиваются парады, устраиваются на эту тему конгрессы, сессии, такие сессионы, как они называются, такие, когда за столом сидят такие люди, там, как называется, забываю, симпозиумы такие, там, еще и так далее, да, люди просто деньги не выбрасывают на ветер. Это борьба. Это борьба, за которую стоят огромные деньги. И когда в Иерусалиме несколько лет назад партия новом, только в самом своем начале, да, повесила напротив одной из гостиниц плакат «Папа и мама равняется семья», позвонили одному из, там, чуть ли не мэр города, в Иерусалима, начальник гостиницы, директор гостиницы, владелец гостиницы, и сказал, что мне позвонили с европейского организации ЛГБТ, и сказали, что если я не сниму этот плакат напротив гостиницы, то в мою гостиницу ни один турист не доедет, потому что у них есть огромный бюджет, они сделают мне такую отрицательную пиар-компанию, что ни доедет. Когда я слышу эти вещи, то я понимаю, что это война, да, что это табличка «папа, мама равняется семья» – это не просто фраза, и напротив этого не просто есть цветной флаг с семью цветами, там, и радуги, и так далее, да, а это война, за которую стоят большие деньги, потому что, как и греки, какая нравится? Нет, не знаю, в чем разница. И так же, как греки боролись, да, как мы видели в начале урока, так, и сегодня борются только с большими деньгами и более замудренными способами такими, да, которые иногда кажутся, что такие, все такое филаристичное, все такое прогрессивное, все такое веселое и так далее. Это, товарищи, война, и мы должны в этой войне воевать. И главная война – мой дом, моя крепость, да, во имя народа, во имя спасения всего человечества, мы еще по этому говорим в следующий раз, мы должны строить крепкие семьи без раташем, поэтому каждый, кто сегодня женится, создает нормальную семью, это не личность. Сегодня все вещи перестали быть личным интересом. Сегодня каждый личный поступок человека становится глобальным, интернациональным, да, вселенческим, да, потому что борются с другой стороны совершенно, да, другие силы. И каждый сегодня, семья – это не ты, она полюбили, и вам хорошо вместе жить. Каждый, кто разрушает сегодня семью, потому что ему лично что-то не подходит, да, это не он лично разрушает свою семью, это проигрыш глобальный, потому что есть кто-то, кто воюет с другой стороны, чтобы не было нормальных семей. Поэтому сегодня каждая личная жизнь поднимается на ступень великого идеала, да, который без раташем каждый из нас реализует. Это шабачье волосы. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok